Волшебная, конечно, встреча с видеокнижкой, такой любимой композицией, таких слов, которые трогают мою душу, которые живут там, я их очень люблю. И сейчас на душе так красиво-красиво, чисто-чисто от того, что была создана возможность прочитать эти слова в пространстве этой композиции, в звучании этой композиции. Я как-то с новой силой ощутила вот эту значимость и важность и ценность этого явления, когда очень любимые слова, очень ценные для моего сердца слова, в звуках музыки мой голос произносят. Я, знаете, что обратила, что по мере прочтения видеокнижки происходит, уже даже в момент прочтения происходит определённый навык, голос становится другим, он меняет свой тембр, меняет своё. Понятно, что я с самого начала старалась, я хотела выразить вот то, что в моём сердце есть и живёт в этой композиции. Но вместе со звучанием, с проявлением, с кадрами видеокнижки происходило изменение качества моего голоса, а значит моей отдачи. Вот это очень порадовало. Я это услышала в звучании, и я так себе внутри, как-то даже немножко как будто как удивилась, что слышу, ты читаешь, в завершении у тебя как-то совсем другое звучание голоса. То есть это то, о чём ты говоришь, это было очевидно. Вот это ощутилось так явно. Видеокнижка подарила ощущение единения. Сейчас скажу, что это. Вот это безусловный алый цвет буквы, являющий, дарящий нам прекрасные чувства и приглашающий к взаимодействию именно такому. Вот так же научаться проявлять вот то, что почувствовала сейчас. Так же стараться, чтобы в звучании, в интонациях моих тоже проявлялись эти алые чувства, ну, расцвеченные такой красотой. И вот это вдруг ваше сердце, ух ты, надо же, какую высоту приглашают, что дарят, и как можно отозваться, какие возможности прекрасные есть. Ещё очень порадовала возможность слышать каждого. Потому что слышу внутри себя интонации авторов. Слышу, как это произносилось в видеотексте. И вдруг рядом старается друг так же попасть, так же сделать. И вот как вот этот вот камертон интонации исполнителей, и мы вместе читаем. Такое взаимодействие сердцами. Скажи, созвучно, Мария, с тобой вот благодаря видеокнижке появилось такое ощущение, что как реально сходил в поход в какие-то очень прекрасные горы, как будто бы даже дышал вот этим вот горным, свежим, чистым воздухом. И это, наверное, благодаря совместному вот этому прочтению, где слышишь каждого сам, не просто на это смотришь, а сам уйдёшь, то есть сам читаешь эти слова. Ещё удивительно так, благодаря этому прочтению совместному и вот этих вот прекрасных слов, оно рождается такое чувство, что словно ты уже немножко прикасаешься к этой, не просто уже легенде, о которой становится легенда, о которой становится явной. То есть создает такие, видеокнижка создает такие вот прекрасные условия прям пожить в этих долинах горных, которые не физически горные долины, а в которых творится вот такое, где взоры наполняются теплом, и это ты чувствуешь через интонации, которые человек произносит, где каждый вот прям старается вливать светлое, чистое. Ты сейчас говоришь, я тебя слушаю и радуюсь такому созвучию, потому что я тоже почувствовала, что видеокнижка, вот с момента, как она появляется, она словно бы показывает, куда мы сейчас отправимся, и как она потом исчезает в конце, тоже уходит туда же, в сказочный мир. То есть откуда она приходит? Она, получается, прокладывает туда путь, путь прям по светолучу, отправиться в легенду гор, то есть в её пространство, в её композиции случить, то есть аккомпанемент звучит, а текст, условно, создаёт условия, чтобы пойти строчкой за строчкой туда и идти вместе с друзьями. Особенно радует, что этот путь можно вместе осуществлять. И ещё какой-то особой теплото и радость в сердце отзываются иллюстрации. Они наполняют, звучит аккомпанемент, и на экране вот такие иллюстрации, которые сразу дарят. Это настроение, настроение именно созвучной легенды гор. Оно одновременно очень радостное и в то же время торжественное, искреннее. Мне очень созвучна с тобой иллюстрация немножко. Иллюстрации помогли открыть, где это действие происходит. Да, легенда гор, да, там очень высоко, там не гаснет заря, но всё это делается прекрасными светлыми людьми. Для нас на Земле здесь же вот такое-то открытие подарили иллюстрации. И как, и чистотой, и алым светом наполнения щедрости любви, и солнечным, как светлый луч действительно, творчеством, которое нам помогает вот это всё сейчас на Земле творить вместе с ним, сотворять. Вот такие вот иллюстрации. И однозначно чувствуется в душе потребность вновь обращаться к друзьям, к таким друзьям, как видеотекст и аудиокомпозиция. Потому что интонации, очень хочется слышать интонации сказочников вновь. И я прям замечаю это, что встреча с видеокнижкой, она всё время рождает в душе, как сегодня тоже, это желание. Это желание вновь услышать голоса сказочников, прикоснуться, опять направиться к тем интонациям, к тем краскам сердца, которые дарятся. Я в продолжении тебя обратиться к композиции, обратиться к тексту, а затем вновь встретиться с книжкой, чтобы постараться, чтобы твой голос зазвучал так, как в приближенном. И я сегодня, знаете, как открыла для себя значение вот этого плода. Я, я уже говорила, очень люблю эту композицию, и я её разучиваю на гитаре. И всегда, когда звучит голос гитары, очень хочется же, чтобы голос как-то вот туда вливался, был гармоничен. И видеокнижка очень хороший такой друг, ориентир, способ взаимодействия с композицией, когда звучит музыка, а ты стараешься в унисон, потому как музыка, она прокладывает путь для голоса здесь. Вот она создаёт условия со-творчества голоса моего и звуков музыкального пространства «Легенды гор». И я теперь понимаю, что я буду каждый день обращаться к тому, чтобы вновь и вновь читать и общаться с этой видеокнижкой. Ну, она, видеокнижка, она прям помогает ритму свой, то есть тот ритм жизни, в котором живёт это произведение само, то есть настроенчики переворачиваются в нужный момент, такая дружба с аккомпанементом очень естественная, чтобы в этом музыкальном пространстве хорошо ориентироваться. Видеокнижка, она помогает. Да, она просто создаёт идеальный успех для этого. В сердце огромная благодарность. Такая, наверное, светлая и радостная благодарность за эту возможность. Потому что видеокнижка, она такой друг, который помогает направляться к этим краскам сердца и вот как-то учиться звучать в унисон. Учиться дарить те чувства, которые рождаются, живут, крепнут в сердце, и учиться их отдавать. Учиться их отдавать друзьям, близким в прочтении таких высоких, красивых слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова